Жильцы Насомова могут смело посоревноваться, у кого в Мурманске больше мусора во дворах. Очевидно, они займут одно из призовых мест. К слову, дорога к бакам здесь идеально расчищена. Препятствий для мусоровоза нет. Баки переполнены, однако жителям окрестных домов избавляться от отходов все же нужно. Коробки, диван, пакеты – все скидывается в одну кучу. Ветер в этой ситуации не помощник. Разлетающийся мусор только усугубляет ситуацию. А как, сколько дней уже не вывозят? Так, ну это мне дня три не вывозят. Давно все время здесь проблемы с этим мусором. Казалось бы, куда хуже. Вероятно, есть. Убеждают в этом картина во дворе на сполохах. Горы мусора – не единственная проблема. Площадку облюбовали летающие крысы. Причина – вонь и кладезь из остатков еды. Мусор не вывозился. Несколько дней. Все отныкивали с тем, что сюда было не проехать. Когда соседи начали звонить. Ну и вот как-то так. По ходу дела расчистили сегодня и вот вывезли. Ну в целом компании работают неплохо. Могу сказать, что это не так часто бывает. Просто бывает, может возникают какие-то задержки. В соответствии с этим может возникнуть такая ситуация. Здесь ситуация была совсем плачевной. Но, как мы видим, мусор вывезли. Приполнены сейчас раз, два, три бака. Однако чистым этот уголок не назовешь. Что уж говорить о снежной куче. Завершает тройку площадка на Кирово. Жильцы окрестных домов уже сбились со счета, сколько дней назад отсюда вывозили мусор. Вероятно, это будет еще не скоро. Всему виной рыхлый снег. Он существенно затрудняет проезд к площадке. На самом деле в течение 4-5 дней, наверное, как минимум. То есть это не норма, это скорее всего исключение из правила. Но периодически такое случается. В чем причина, я затрудняюсь ответить. Причина в температурных качелях, рассказал представитель рейк-оператора. Снег, который копился за зиму, превратился в рыхлую кашу. Причем в отдельных местах она достигает больше 30 сантиметров. В такие дворы мусоровоз, который весит больше 20 тонн, просто не рискует заезжать. Он может не только застрять, но и поведеть рядом стоящие автомобили. Вот есть такая иллюзия. Иногда очень хорошо работают дворники. И вот непосредственно рядом с контейнерной площадкой, а площадка почищена. Но это не означает, что вообще в этот двор можно въехать. Подъезжает мусоровоз к месту. Если он не может пройти, он немедленно сообщает диспетчеру, что по такому-то адресу проехать не смог. Фотографирует, делает видеозапись. А никак. Копытово-9. Это Копытово-9. Тот адрес был Копытово-27, это Копытово-9. И все. И машина просто на месте стоит. Пытался вывернуть. Данные отправляются в администрацию города. Затем принимаются меры по расчистке. Как только освобождается доступ к площадке, к нему направляется повторный мусоровоз. К слову, размягший снег может привести и к более печальным последствиям. Доступ во дворы ограничивается и для экстренных служб. Все, что остается, надеется на добросовестную работу коммунальщиков. Элина Шагенова, Сергей Рысюк, ТВ 21+.